Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы выпуска. И нам нужно выслать систему так, чтобы подобных эксцессов было меньше. Чтобы государственные средства расходовались эффективно, по назначению, самое главное в срок. То есть должны быть четко определены правила, по которым эти закупки осуществляются в каждом ведомстве, в каждом муниципалитете. До порядка еще далеко. Сергей Меликов провел заседание комиссии по противодействию коррупции в регионе. О чем говорили, расскажем через минуту. Огнеборцы должны уметь все. Спасательные навыки показали сотрудники МЧС в ходе общереспубликанских соревнований по пожарно-прикладному спорту. Как думаете, голову отсечет с одного удара? Видишь, что нужно их. Да? И как он только все это собрал. Об уникальной коллекции предметов старины в частном музее историка из Карабдахкента расскажут наши корреспонденты. Идея книги возникла из общения с тренерами, борцами. Когда общались в непринужденной обстановке во время соревнований, сборов. Обязательно кто-нибудь рассказывал веселые истории, байки борцовские. И как-то прошла мысль, а почему бы не опубликовать их. Борцы шутят. Мурат Канаев собрал юмористические истории из жизни дагестанских вольников в одной издании. Презентация книги известного спортивного журналиста прошла в Махачкале. Полицейские кизляры задержали 23-летнюю местную жительницу за кражу детской коляски стоимостью 30 тысяч рублей. Женщина призналась, что украла коляску у соседей и продала ее подруге. Она была уверена, что ее не заметят, так как надела медицинскую маску и кинула камень в камеру видеонаблюдения. Правда, запись это не остановила. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции Ленинского района Махачкалы задержали 28-летнего жителя Кумтеркалийского района. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетиках находилось наркотическое вещество метилофедрон. В ходе допроса молодой человек рассказал, что приобрел синтетическую соль для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Говорить о том, что в сфере осуществления госзакупок наведем порядок, пока не приходится. Об этом заявил Сергей Меликов на заседании комиссии по противодействию коррупции в регионе. По словам главы Дагестана, основная задача работы в этом направлении – выстроить стройную систему эффективного и своевременного освоения средств, выделяемых для этих целей. Стабильное функционирование сферы закупок может способствовать развитию экономики, стимулировать предпринимательскую деятельность. Но самое главное – эффективные закупки позволяют обеспечивать повышение уровня и качества жизни людей и решать наболевшие социальные проблемы. Нам нужно выстроить систему так, чтобы подобных эксцессов было меньше, чтобы государственные средства расходовались эффективно, по назначению и самое главное – в срок. То есть должны быть четко определены правила, по которым эти закупки осуществляются в каждом ведомстве, в каждом муниципалитете. Второе – это обеспечение широким внедрением современных технологий, прозрачности и оперативности процедур. Прозрачности и оперативности этих процедур. Для всех причем. Потому что такая прозрачность и публичность, она по своему характеру становится уже препятствием для различного рода коррупционных проявлений. Ну и, безусловно, усиление контроля за всеми этапами. В Махачкале прошли республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Огнеборцы разных подразделений региона два дня демонстрировали свои навыки по оттушению пожара и спасению пострадавших. Лучшая пожарная часть определилась в упорной борьбе. Подробности расскажет Карим Даниев. Полоса с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж, боевое развертывание и пожарная эстафета. Здесь нет легких задач. На каждом этапе соревнований по пожарно-прикладному спорту спасатели выкладываются по полной. В соревнованиях принимали участие 15 команд. Они представляли разные пожарные части МЧС республики. Хочется отметить важность проведения соревнований и подготовку спортсменов к ним. Данные соревнования развивают не только физическую подготовку, но и морально-волевые качества, и коллективизм. Так необходимы в нашей работе. По итогам соревновательных дней прошла торжественная церемония награждения победителей. Почетное первое место завоевала команда специализированной пожарной спасательной части Махачкалы. На втором и третьем месте команды пожарных частей номер 8 и номер 7. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами от Главного управления МЧС по республике. На мероприятии также присутствовал министр по физической культуре и спорту республики Сажит Сажитов. Он поздравил победителей турнира и поблагодарил руководство и личный состав МЧС России за работу. Мне приятно сегодня находиться среди наших спасателей. Здесь уже было сказано о вашей деятельности, как она трудна и опасна, и сложна. Я думаю, вы те люди, которые первыми бываете в тех случаях, когда людям нужна помощь. За это вам огромное спасибо, за ваш труд, за ваше понимание. В завершение соревнования ученики столичных школ представили концертно-патриотическую программу. Карим Данив, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Более 300 тонн свежих томатов из Азербайджана не пропустили в Россию. 10 грузовиков с товаром задержали на границе с Дагестаном. Уже при первичной проверке госинспекторы Росельхознадзора выявили карантинный объект – Южноамериканскую моль. Только за май ведомство проконтролировало ввоз около 70 тысяч тонн свежих овощей и фруктов, поступающих из Ирана и Азербайджана в Россию. Такую коллекцию можно встретить далеко не в каждом солидном музее страны. Бывший учитель истории из Карабудахкента на одном энтузиазме собирает уникальные экспонаты со всего мира. От старинных мечей до останков динозавра. Как Ахмедпаши Альбулатову удалось собрать в одном месте большое количество исторических находок, узнавала Патимат Ханапова. Фарфор вместе с живописью бронза вместе с останками древних животных. Более 50 лет Ахмедпаша собирает предметы старинные. Ради своего антикварного музея он пожертвовал даже семейной птицефермой. Сколько здесь уникальных предметов, не знает никто. Сколько у вас здесь предметов в целом? О, здесь не считаешь, не сосчитать сколько предметов. Сам хозяин не знает, я откуда знаю. Хоть Ахмедпаша и не знает, какое количество антиквариатов здесь представлено, но точно знает историю каждого экспоната. Коллекционер много путешествовал по миру и с каждой поездки привозил ценный исторический предмет. Много вещей принесли и сами сельчане. Как ни удивительно, самый маленький предмет, представленный в этом музее, оказался самым древним. По словам Ахмедпаши, этому артефакту больше миллиона лет. Этот загорочный камень является яйцом древнего животного, какого установить пока не удалось. Ценители антиквариатусы всего мира частенько заезжают в этот музей, где можно не только полюбоваться красотой вещей с многолетней историей, но и приобрести их. Этот ценный серебряный пояс Ахмедпаша оставил для заказчика. Его готовы приобрести за 60 тысяч рублей. Но есть в арсенале энтузиаста то, что он не продаст и за миллионы. Вот он, где я не продаю. Самый ценный для меня это. Почему? Потому что хочу так. Ну какое-то объяснение, наверное, у вас есть. Никакое объяснение. Знаешь, в Афганистане спорили за все. Даже за 30 миллионов? Не продаю их, просто не продаю. Почему деньги? Самое ценное и дорогое для сердца Ахмедпаша оставил на конец. И вот он показывает нам жемчужину своей коллекции, оружейную комнату. Здесь холодное и стрелковое оружие разных стран и эпох. Старинные арбалеты, кавказские сабли, топоры и даже немецкие мечи. Некоторые из этих экспонатов Ахмедпаша оценивает в миллионы рублей. Как думаете, голову отсечет с одного удара? Видишь, что будет двоих. Да? Это вообще садник с разгона ударить двоих. Коллекция, музей, старый двор постоянно пополняется новыми предметами. За вход платить не надо. Любой желающий может посетить его, а хозяин с радостью расскажет о представленных экспонатах. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Карабудахкенский район. География, литература и химия. С этих предметов стартовал основной период государственной аттестации. Их сдавали около 4 тысяч человек. Те, кому эти дисциплины нужны для поступления в ВУЗы. Сдавать ЕГЭ 11-классники будут с 26 мая по 2 июля. Всего в этом году итоговую аттестацию в Дагестане будут проходить 14 тысяч школьников. Для проведения экзаменов в республике задействовано 53 пункта. Игры, отдых и состязания. Ежегодный фестиваль студентов в медучреждении Северного Кавказа на этот раз прошел в Дагестане. За два дня форума ребята успели увидеть достопримечательности региона, поучаствовать в интеллектуальных играх, ну и, конечно, в творческом конкурсе, где определился лучший студенческий коллектив. В продолжении темы сюжет Хамзан Румагомедова. Поселок Дубки, Сулакский каньон, развлекательный комплекс «Главрыба» в первый день фестиваля для молодых студентов медколледжей Юга России провели досуговую программу, которая включала интеллектуальные игры. Правильный ответ – быть или неправильно. В этом году принимающая сторона Дагестан, а именно медколледжем Небашларова. В ее стенах в Махачкале во второй день и прошла торжественная и конкурсная часть форума. Это очень важно для ребят, это общение, дружба. Они соревнуются в творческих фестивалях, у них есть деловая программа, где они обмениваются знаниями, своим опытом. Я думаю, что это очень важно для молодежи, это встречи, знакомства. Притом это формируется профессиональное сообщество Юга России, когда ребята смогут в дальнейшем коммуницировать, общаться. Он объединяет именно фармацевтические и медицинские колледжи. И происходит такой своеобразный обмен знаниями, навыками, интересами. Семь коллективов из регионов Северного Кавказа. Студенты медучреждения представили на суд зрителей и жюри творческие номера. Я очень давно хотела приехать в Дагестан, но не выдавалась такой возможности. И когда мне пришло положение, сказали, мы едем в Дагестан. Я такая, да, думаю, все. Начала собирать чемоданы, мне безумно здесь нравится. У нас будет выступление по пури. И мы этим выступлением покажем сплоченность, дружество всех наций. Итоги конкурса подвели уже в Дербенте, в одном из местных ресторанов. Переходящий кубок вручили студенческому коллективу из Кисловодска, который на правах победителя в следующем году примет молодых медиков на очередном фестивале. Спасибо всем с горящими добрыми сердцами, которыми вы нас приняли. Мы постараемся встретить вас также с любовью, с добротой, с уважением, с щедростью. Хамз Нурмагамидов, Салмаги Тихмаев, Марина Альбулатова. Новости телеканала ННТА. Борцы шутят. Сборник юмористических рассказов под таким названием презентовали в Министерстве спорта Республики. Автор, спортивный журналист Мурат Канаев предлагает читателям взглянуть на древнее и суровое единоборство через призму юмора. В книге собраны мини-рассказы о забавных и необычных случаях, происходивших с борцами на ковре и за его пределами. Руководитель спортивного ведомства Сажит Сажитов поздравил Канаева и выразил уверенность, что книга будет востребована. Это уже второе издание, первое выходило в 2010 году. В новый сборник вошли анекдоты, фотоснимки и карикатуры, которые прежде не публиковались. Идея книги возникла из общения с тренерами, борцами, когда общались в непринужденной обстановке во время сорнований, сборов. Обязательно кто-нибудь рассказывал веселые истории, байки борцовские. И как-то прошла мысль, почему бы не опубликовать их. Книга посвящается рассказчикам. Рассказчиками в книге выступают известные борцы, судьи, тренеры, журналисты, коллеги. Такие как, допустим, Медведь Александра, Леван Тадашвили, Юрий Шахмурадов, Владимир Юмин и другие. И на этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин